Да и зачем Трампу всё это? Северная Корея уже столько раз нарушала договорённости, что даже если Ким что-то пообещает Трампу, это вовсе не означает, что он это выполнит. Журналисты уже предполагают, всей этой шумихой и обсуждением исторической встречи американский президент попросту намерен перебить неприятные новости о себе самом. Ведь он уже не первый месяц в центре скандала. И ещё какого скандала? Порнографического. Теперь Трампу предстоит суд с порно-актрисой. Чем ему это грозит и как на это всё реагируют американцы? Давайте разбираться. Адвокат Дональда Трампа заплатил порно-звезде 130 тысяч долларов за молчание. Статью с таким заголовком опубликовала газета Wall Street Journal ещё в январе. И это стало началом грандиозного секс-скандала. Журналисты узнали, что незадолго до президентских выборов адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порно-актрисе Стефани Клиффорд, больше известной как Сторми Дэниелс, круглую сумму за молчание своей близости с будущим президентом в 2006 году. И в день газетной публикации Коэн публикует свой козель – заявление самой актрисы. Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа – это абсолютная ложь. Но дальше больше. В погоне за сенсацией, таблоид «Интач» выудил из своих архивов интервью с Дэниелс с 7-летней давности. И в нём порно-актриса рассказывает всё – и детали знакомства с миллиардером Трампом на озере Тахо, и подробности близости. Кстати, их отношения длились до 2007 года. После публикации интервью в интернете снова появилась записка от Дэниелс, в которой она отрицает связь с Трампом. Но позже выяснилось – это фейк. То есть ты хочешь сказать, что эта записка была составлена и опубликована без твоего ведома? Ты знаешь, откуда она появилась? Я не знаю, откуда она появилась. Она из интернета. Также Дэниелс уходит от прямого ответа, платили ли ей за молчание. Ты подписывала договор о неразглашении? Подписывала ли я? Если бы ты не подписывала договор о неразглашении, то могла бы абсолютно уверенно подтвердить тот факт, что ты его не подписывала. Подписывала ли ты его? Ты такой умный, Джимми. Газетные публикации, таблоидные новости и телешоу. Вся Америка обсуждает пикантный скандал и сочувствует Милании. Ведь в 2006-м Трамп уже был женат. Более того, в тот год Милания родила их сына. Сразу после первой статьи Милания объявила мужу бойкот. Хотя и до этого их отношения теплыми назвать было сложно. На ежегодное обращение Трампа к Конгрессу Милания приехала отдельно. На годовщину избрания первая леди хоть и вывесила в соцсети поздравления, прикрепила фото не с мужем, а с охранником. Один из последних эпизодов произошел во Флориде, куда чета приехала на отдых. Там Милания даже все протокольные правила нарушила и сорвала обязательную фотосессию возле Трапа. А на этой неделе у Милании появился новый повод нервничать. СМИ снова оживились по поводу порно-скандала. Ведь Клиффорд подала на Дональда Трампа в суд, чтобы аннулировать соглашение, а не разглашение. Ведь оно было подписано в одностороннем порядке. В Белом доме отвечают, это дело Трамп давно выиграл. Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже. Повлияет ли этот скандал на политическую карьеру Трампа? Маловероятно. Но все же президент в некрасивую историю вляпался. И разочаровал американцев, которые так чтят семейные ценности. Алиса Орлова, подробности недели, телеканал Интер.